здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш проект школа выживания и сегодняшняя наша беседа будет посвящена теме как превратить неприятную работу в приятную или о том как правильно работать при выполнении всякой работы важно понять и соблюсти следующий принцип работа должна быть приятной работа должна приносить вам удовольствие даже та работа которую вы не любите это наверное знают те кто с детских лет приучен трудиться ведь в детстве многие уроки осваивается человеком легче что касается меня то к сожалению меня не приучили работать с детских лет потому что вообще моим воспитанием не практически не занимались я был предоставлен самому себе родители были целыми днями на работе и мне самому пришлось достигать уже взрезал в зрелом возрасте умение правильно учи умение правильно работать то есть учиться работать правильно работать я не любил не умел и впоследствии это стало для меня большой проблемой не умение работать вот я помню с каким трудом в школьном возрасте и даже потом уже позже когда учился в институте по окончании института с каким большим трудом я заставлял себя делать уборку в своей комнате я себя долго уговаривал делал героические усилия превозмогая себя не всегда это удавалось сделать и тогда я очередную неделю жил в неубранной комнате но когда мне все же удавалось собрав всю волю в кулак превозмочь себя я делал уборку в комнате на меня наступало такое удивительное облегчение чувствовал кайф для глядя на плоды рук своих на чистую комнату было очень приятно а вообще продолжительное время в жизни я занимался той работой которая доставляла мне удовольствие ну или по крайней мере не было для меня обузы вопрос о неприятной работе не стоял перед одной остро ну разве только во времена уборки там еще короткое время в армии одно время я помню я работал сторожем в школе где в основном занимался приятными для меня вещами там чтением книг много молился в то время я был новообращенным неофитом потом я занимался мелким бизнесом где вообще скучать не приходилось после этого я работал режиссером юношеском театре а это вообще было захватывающим интересным творческим делом и лишь совершив репатриацию в израиль связи с незнанием языка и особенностями рынка труда в израиле мне пришлось заниматься не просто непрестижной и неинтересной работой но такой работой которая доставляла мне сущие мучения и не столько даже физически хотя я и здорово уставал на этой работе но мучения страдания моральные я работал на уборке а имея в кармане диплома высшем образовании и свои нереализованные амбиции которые мечтал реализовать эта работа была для меня подобным медленному самоубийству но делать было нечего необходимо было работать работать там где была доступна работа для меня и я начал учиться работать с удовольствием не столько даже самой профессии уборщика потому что это не очень сложное дело сколько правильному отношению к работе и организации точнее меня учил этому бог бог дал мне несколько уроков на тему как правильно трудиться нас в каждом человеке живет внутренний учитель независимо от его верующего человека или нет и нужно лишь к нему прислушиваться постоянно прислушиваться и внутреннее чувство вам подскажет как нужно вам себя вести в каждой ситуации в том числе и по отношению к работе и так что сделать что нужно сделать для того чтобы приятная неприятная работа стала для вас приятной прежде всего вам нужно научиться чувствовать себя на работе комфортно первый урок божий заключался для меня в правильной расстановке приоритетов не человек существует для работы а работа существует для человека это очень важно понять человеку вообще свойственно себя подчинять чему-либо или кому-либо в частности работе или достижению цели и результату и вот в этот момент я совершил личное открытие оказалось что у меня было неправильное отношение к работе я считал ее важнее самого себя своего здоровья своих самоощущений я был уверен что работу нужно делать добросовестно что она превыше всего их да и как себя иначе может вести верующий человек как я тогда думал я знал что я должен быть честен по отношению к работе и вот с таким отношением многие люди при тяжелой работе просто граби гробят свое здоровье гробят свое здоровье гробят свое здоровье вот и я таких людей говорят вот нередко сгорел человек на работе вот это сгорел на работе и есть следствие неправильно расставленных приоритетов что приводит к различным перекосом каким перекосом на примеру есть люди которые проявляют чрезмерную требовательность ладно бы еще только к себе но так чаще всего эту требовательности они предъявляют к другим это называется перфекционизм перфект от слова перфект совершенный когда человек все хочет сделать совершенным образом вот есть жены перфекционистки для которых порядок в доме важнее чем люди живущие в нем они устраивают скандал своим мужьям или детям из-за того что те что-то разлили испачкали или сделали что-то не так они постоянно выговаривают что они так тяжко трудятся их труд не ценят не помогают им но если ты станешь им помогать то все равно останешься виноватым потому что сделал не так как нужно было им есть начальники перфекционисты которые донимают вас разными мелочами и спуску вам не дают буквально выжимает из вас все соки ну или человек сам ставит для себя работу превыше себя однажды я работал в ночную смену одну смену я отработал утром после обеда я пришел домой немного отдохнула вечером вновь заступил на ночную смену и вот отработав большую часть ночной смены где-то уже под утро я присел отдохнуть на пару минут я чувствую что встать уже не могу нет сил мне еще делать определенный кусок работы а сил нет я была приготовился взять себя через не могу как я обычно это делаю в таких случаях то есть мобилизовать всю свою волю превозмочь себя и вдруг я четко слышу голос в ушах отдохни никого рядом не было то вмешался сам бог ну я отдохнул я вообще не сделал тут часть работы и так получилось бог меня прикрыл что мне ничего за это не было никто даже не заметил что я не сделал часть работы и потом когда я шел домой я спрашивал я разговаривал с богом и спрашивал как так разве ты господь не хочешь чтобы я работал добросовестно и бог ответил мне что ему мое здоровье важнее чем работа вообще нужно быть в положении над работой как полководец над армией и ни в коем случае не подчинять себя работе быть выше ее это обеспечит вам оптимальное стратегическое положение которое не позволит работе поработить вас и вот тогда когда вы находитесь положение над работой сама работа воспринимается значительно легче и не приносит вам моральной усталости она становится приятной и не обременительной и вообще нужна определенная доля здорового пофигизма но только не переборщить и не впасть в другую крайность чтобы вообще не за не забить на работу вот исходя из этого правила быть над работой я вывел определенное определение профессионального отношения к работе профессионализма профессионал это тот человек который не делает ничего лишнего то есть знает что можно не сделать чтобы ему за это ничего не было чтобы не страдал результат как говорил микеланджело работая над скульптурой убери все убери все лишнее и ты создашь шедевр но вот порой чтобы встать над работой нужно человеку избавиться от страха перед ней ведь некоторые люди боятся работы потому что не умеют работать и не знают даже как приступить к самой работе или их пугает большой объем работы во всех этих случаях чтобы преодолеть страх вам поможет планирование если к примеру вы боитесь большого объема работы то разделите работу на небольшие части или участочки и спокойно сделайте первый сделав первый приступайте к второму и вы даже не заметите как вы сделали всю работу вы увидите что так вам будет значительно легче потому что сознание наше так устроено что нарисует нам порой страшного голиафа а когда вы увидите столкнетесь с голиафом поменьше да вы будете относиться с меньшим страхом соответственно а вообще планирование работы создание себе в уме представление картины порядка действия на здорово помогает здорово систематизирует этот труд и облегчает потому что нас пугает именно неопределенность незнание незнание как приступить к работе сделать работу поэтому создать план работы это здорово помогает следующий момент чтобы работа была в кайф чтобы она была приятной необходимо найти ее ритм то есть оптимальную для вас скорость выполнения работы это скорость индивидуально кто-то любит работать быстро и чувствует себя при этом комфортно а кто-то любит работать медленно и быстро ему не нравится ему некомфортно работать он не умеет работать быстро тут нет универсального закона о скорости зато универсальный закон есть такой не торопись когда работаешь как только ты начинаешь спешить ты перестаешь получать радость и удовольствие ты перестаешь замечать важные подробности перестаешь замечать как бы руководство внутреннего учителя ты теряешь с ним связь вообще спешка напоминает судороги ты не живешь ты спешишь успеть пожить и не успеваешь вообще не надо спешить в жизни спешка убивает жизнь и наконец последнее наверное самое тяжелое чего необходимо научиться это преодоление негативного отношения к работе ведь неприятная работа да она рождает массу негативных отношений и эти негативные отношения дальше нас как бы ведут и отравляют нам и работу и существование вообще вот меня же заедало на своей уборке не столько то что работа была как бы низкой да мне это было не важно а вот то что эта работа была не для меня не по мне то что этой стране моему государству было плевать на меня было плевать на меня как на специалиста на мой диплом особенно меня заедало то что я как специалист не развиваюсь а наоборот деградирую дисквалифицируюсь что вот годы идут а я увяз на уборке увязаю все глубже и глубже и похоже что до конца жизни я обречен заниматься этой работой и для меня преодолеть вот это ощущение это негативное отношение к работе было сложнее всего я пытался выбраться из этой ситуации пытался сменить работу найти лучшую работу я даже для этого переехал в другой город я закончил курсы чтобы приобрести новую профессию но ничего не выходило я не смог найти работу по новой профессии а даже если мне удавалось устроиться на какую-то другую работу то не получалось долго задержаться на ней я молил Бога чтобы Он помог мне найти лучшую работу но Бог молчал и ничего не делал в этом отношении точнее мне казалось что Он ничего не делал но Бог как оказалось вел меня иным путем так вот существует принцип помогающий преодолеть негативное отношение к работе это библейский принцип он звучит так если ты извлечешь ничтожное если ты извлечешь драгоценное из ничтожного то сделаю тебя как твои уста говорит Господь то есть нужно извлечь из ничтожного из твоей работы которая тебе не нравится драгоценное полезное пользу для себя я стал смотреть что есть положительного в моей работе положительным было то что она была физической то есть думать на ней практически не надо было голова была свободна если ты освоил эту работу то ты ее уже мог делать практически на автомате а значит можно было работать этой самой головой и чем только я не занимался своей этой самой своей головой на этой самой своей работе я учил иврит разными способами я сочинял стихи я думал над написанием статей я сочинял песни вот во время работы там сколько за 8 лет работы я написал два альбома бардовских песен я написал с десяток книг множество статей и стихов кроме того через свой мобильный телефон я постоянно как только у меня выдавалась свободная минутка она выдавалась часто я общался в интернете в социальных сетях и откуда тоже черпал вдохновение я постоянно общаюсь на работе с Богом я получаю от него множество откровений вот когда я утром иду на работу то прошу в молитве у Бога послать мне духовную пищу на день сегодняшний как сказано в Библии не хлебом единым жив человек но всяким словом исходящим из уст Божьих ну вот к примеру когда мне было очень тяжело работать и физически и морально потому что эти приступы обострялись периодически Бог дал мне откровение чтобы я физически не напрягался что фактически когда я работаю это работаю не я сам а Бог через меня работает Он дает мне силы и способности исполнять эту работу то есть чтобы я был постоянно сосредоточен на нем и вот в определенный день я поймал себя на мысли что меня больше не гложет моя работа по крайней мере это косо но фактически вообще не гложет я реализуюсь творчески в иной ипостаси и остальное стало для меня уже не так важно во мне произошло не просто смирение но как говорят философы снятие проблемы то есть преодоление решения ее но не тем путем которым я думал раньше то есть за счет поиска иной работы а путем иным и вот когда я осознал это то изменилась и оценка моей работы изменилось отношение к ней и эмоциональное отношение в том числе и моя работа перестала мне быть неприятной сколько раз это запоминание то есть все